Трое внуков уже взрослых почти. Как вы готовите кадры для обслуживания своей дороги? Какие учебные заведения будут на вас работать? И только в Беларуси или по всему миру? Они живут в Инляндии. Спасибо. Ближе всего сейчас к нам железнодорожный транспорт, и поэтому эксплуатация много близка к железнодорожному транспорту. Поэтому мы как бы кадры оттуда берем и автомобили строим. У нас, если говорить о проектной части, то у нас там автомобили строители. И одна из ключей, почему я в Беларуси создал это проектно-конструкторское предприятие, и у нас сегодня 15-е конструкторское бюро. Потому что в Беларуси создана уникальная школа проектно-конструкторского в области автомобили строения, и это сделал Сталин в свое время. Когда вышла война, и освободили Минск, здесь были руины, там несколько всего зданий было целых. Он пригласил к себе одного конструктора с Ярославлием, который сделал грузовичок дизельный. И так ему трубочкой постучал, он по плечу говорит, ну товарищ, поедешь, будешь создавать промышленность. Ну как товарищ Сталин, там руины, вот поедешь, ты будешь строить. Ну он приехал в Минск, найти руины, и он был мудрый человек. Один из первых его приказов, он запретил к конструкторам, которые стал набирать местных, ездить в Москву на ЗИЛ за учебой. Потому что говорит, нам ЗИЛ не нужен. Как вы знаете, ЗИЛ сегодня банкрот. Потому что нам такие машины не нужны. Если кто-то из вас поедет туда учиться, я тебя увольняю. И они сами в Беларуси создали школу. Уже в 50-е годы выпускали БелАЗа. БелАЗа, да? Колеса не тягачи. Это уникальная машина. Она создана 50 лет назад, даже, наверное, больше. Представляете, 16 колес, 8 осей. Все колеса поворотные. И все колеса приводные. Наверху лежит ракета весом 100 тонн, и она едет по болоту. У американцев сегодня такой машины нет. Сегодня. Это было 50 лет назад создана. И они сейчас выпускаются. И здесь выпускаются БелАЗы. Уже, по-моему, там, 350 или даже больше. 400, да? Кстати, где Михаил Крещенко? Он сыграл директора БелАЗа. Фильм, он же голливудский, у нас фактический актер. С известными голливудскими актерами сыграл роде. Директора БелАЗа, и там, как, было показано. Я не знаю, как фильм называется. Мы братья. Где там, ну, нехорошие люди взломали систему управления автоматически БелАЗа. И как БелАЗ стал потом давить всех людей, там, ну, такой, кривский. Кстати, у нас террористы не смогут взломать систему управления, так как, конечно, неправильно. И все равно, я не быстро поеду куда-то в сторону, а вот ехать в полицию. Поэтому БелАЗа, вот, 400-тонные, с мотор-колесами стоит, там, электрический мотор-колес. И здесь выпускаются грейдеры, трамваи, которые покупаются за рубежом, скреперы, тракторы. Это все Белорусское. Поэтому мне легко, достаточно было, сформировать хорошее предприятие с хорошими, прекрасными конструкторами, с которыми, что немаловажно, я общаюсь на одном языке. Это очень важно. Немцу или французу, или американцу, я бы не смог объяснить, что я делаю. Я просто не смог, вы бы меня не поняли. Вот, что я делаю. Когда на русском объясняют, что-то я не понимаю. А теперь, кстати, все будет барьер высоковый, да? Поэтому это все не случайно, что делается в Беларуси. Мы все сделаем.